Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет об одном из самых красиво цветущих летников, об ангелонии. Сегодня расскажу в этом видео, чем же она так хороша. Поделюсь всем, что я о ней знаю, как я ее выращивала, как ее сберечь зимой, как за ней ухаживать, какой грунт она любит и обо всем, обо всем остальном. Все, что касается вот этого прекрасного цветка. Она родом из Мексики и выращивается у них как летник и носит название львиный зев из-за своей схожести с львиным зевом. У нас она выращивается как однолетний цветок. Ее цветочки напоминают орхидеи. Тем же так хороша еще ангелония. Во-первых, она подходит для террас, для облагораживания и украшения террас. Ее можно высаживать в кашпо. А также ангелония очень хорошо стоит в срезке до 10 дней. Вырастает в высоту она от 30 до 60 сантиметров. Моя сейчас имеет высоту, наверное, сантиметров 30. Ну, во-первых, у меня она очень густо посажена в кашпо. Друзья, мне кажется, не найдется ни одного человека, кто бы не согласился со мной, что это один из самых красиво цветущих летников. Я бы даже сказала, самый красивый, красиво цветущий летник. Во-первых, она очень элегантная. Я бы сказала, благородная. Цветы у нее благородные, нежные, воздушные. Ну, в общем, таких цветов у других растений я просто не встречала. Тем более, чем же она еще хороша? Во-первых, она цветет на протяжении всего летнего сезона, начиная с мая месяца и заканчивая сентябрем. Сентябрем. Вот сейчас у нас уже 8 сентября сегодня, она стоит в полном своем цвету. Еще множество нераскрывшихся бутончиков. Вот здесь вот я у нее вижу. И, кстати говоря, если мы будем срезать у нее отцвевшие цветоносы, она будет выпускать из пазух все новое и новое. И вновь и вновь продолжать свое цветение. То есть она отличается обилием цветения. Во время цветения она, конечно же, не имеет конкурентов среди однолетников. Возьмем, например, питунию. Сравним ее с питунией. У питунии нужно отрывать отцвевшиеся цвете для того, чтобы она обильно цвела. Во-вторых, она все-таки зависима от погодных условий. И это растение не настолько прихотливо, как питуния. А по своей красоте, я считаю, она ее превосходит. Но я уже не говорю о других летних цветах. Я, например, не вижу ей конкурентов. Поэтому я ничуть не жалею, что приобрела семена этого растения. Как я и говорила, буду сеять только эти цветы на своих клумбах и в своих кашпо. Только эти летники. Если вы припоминаете, когда я показывала видео, что я выбрала для посева на рассаду вот эти летние растения, как ангелония, и еще у меня были там другие, так вот, из всех я оставила только ее. Все остальные я просто-напросто вычеркнула. Но они не оправдали моих ожиданий. Цветы не такие для зоны отдыха. Не такие, как обычно все высевают, что обычно на слуху. Это не питунии, не лобелии, не сурфинии, не пеларгонии. Значит, это ангелония. Из всех только ангелония, она достойна того, чтобы быть на первом плане и на первом месте. Будет обильно цвести, как на полном солнце, так и в легкой полутени. Конечно же, если мы поставим ее в тень, ангелония будет цвести очень слабо и очень плохо. Красоты своей она не покажет. Так что это растение для солнечных и притяненных мест, скажем так. Думаю, подойдет ей рассеянная тень. У меня она на протяжении всего лета свела хорошо, притяненная под зонтом. Лето у нас было жарким, солнечным. Температура была очень высокая, до 40 градусов. Поэтому я решила свою ангелонию немножечко притянить. Я не баловала ее очень обильным поливом. Боялась я ее переуложнить. Слегка была у нее увлажненная почва. Удобряла удобрением для цветущих растений. Наверное, так же часто, как свои пеларгонии. Для того, чтобы она очень обильно цвела. Тем более, что у меня в одном горшке высажено очень большое количество саженцев. Вот в этом, например, находится 11 штук, а в этом 9. Дело в том, что здесь пропали 2 саженца, которые я высаживала из рассады. По непонятной мне причине, при посадке они просто погибли, засохли. Поэтому этот горшок немножечко имеет менее плотную посадку. Чем вот этот. И не хватает здесь розового цвета. Думаю, возможно, те, которые пропали и были в розовом цвете. Но осталась вот такая голубая, сиреневая, белая в этом горшке. Здесь у меня два оттенка розового, сиреневый, фиолетовый, белый цвет. Здесь не хватает голубого. Голубой вот только в этом горшочке оказался. В общем, один саженец голубого. У меня ангелония узколистная сиренита, микс цветов. Сеять на рассаду ангелонию нужно довольно рано, в феврале месяце, так как у нее очень длительный вегетативный период. У меня не получилось посеять ее в феврале месяце, так как у нас началась война, и семена пришли довольно поздно, где-то, наверное, ближе к концу марта. Тогда я их и посеяла. Я делала видео об этом, как я села на рассаду свою ангелонию. Я должна была сделать это видео еще месяц назад, но, к сожалению, семена пришли только несколько дней тому. Семена прорастают у ангелонии при температуре плюс 25 градусов. У меня они прорастали в контейнере под крышкой, в пластиковом контейнере с закрытым крышкой. Когда они появились, эти всходы ангелонии, ее нужно перенести в помещение, где температура воздуха приблизительно 21 градус. Тогда я уже сняла крышку пластиковую, и они у меня находились в контейнере при более низкой температуре. Я их удобряла один раз, рассаду ангелонии. Рассаду ангелонии можно высаживать не в кашпо, а прямо в открытый грунт на клумбы. Она тоже будет там хорошо расти, если на ваших клумбах такой легкий, рыхлый грунт. И, конечно же, должен быть грунт плодородным, для того, чтобы она хорошо цвела. Что еще? Нужно обеспечить ей такой регулярный полив, чтобы почва под ангелонии находилась постоянно в слегка влажном состоянии. Я не знала этого, но я нашла недавно такую информацию. Оказывается, ангелонию, вот эту с этими горшками, я могу сберечь до весны, чтобы не сеять семена по новой и не выращивать снова на рассаду. Я могу вот эту ангелонию сохранить до весны, оказывается. Для этого мне нужно до наступления очень низких температур, то есть до нуля градусов, до того, как на улице температура опустится до нуля градусов, мне нужно вот эти мои горшки с ангелонии занести в помещение. И всю зиму ангелония может зимовать в помещении просто при комнатной температуре. Нужно ей обеспечить поступление солнечного света, а также нормальный полив. Естественно, не потерпит она переуложнения и, конечно же, не потерпит пересушивание грунта, но можно ее сохранить. А при наступлении, с наступлением весны, в конце мая месяца мы можем снова вынести ее на улицу или высадить на свои клумбы. Вот так я попробую сделать в этом году. Чем еще меня порадовала ангелония, действительно очень совершенно неприхотливое растение. Вы не увидите вот здесь у нее, в этом кашпо, ни одного пожелтевшего листика, ни одного посохшего, ни одного посохшего саженца. Посмотрите, насколько красивая, блестящая листва и такое впечатление, что листва у нее плотная. Нет, она блестящая, но листики мягкие. Ангелония действительно очень неприхотлива, не подвержена заболеваниям. Но, во всяком случае, у меня она ничем не болела. Хотя, в саду очень много белокрылки. Она даже побила листья у моих пеларгоний. Ангелония к моей радости не пострадала. Если присмотреться, то размер цветочка у нее приблизительно как две наших копейки. Чуть больше одного сантиметра в диаметре. Есть поменьше цветочки, есть побольше, покрупнее. Кстати говоря, ангелония имеет очень нежный и очень приятный аромат. С чем сравнить его, я не знаю. Не знаю, не могу сказать, что она мне напоминает. Возможно, какое-то весеннее цветение плодовых деревьев. Возможно. Может быть, яблони. Или абрикоса. В общем, цветение деревьев весеннее. Вот такой у нее аромат, на мой взгляд. Сейчас у нас ночные температуры опускаются уже до плюс 5-4 градусов. Это довольно низкие, я считаю, температуры для таких теплолюбивых растений. Поэтому на эту ночь, которая была на предыдущую ночь, я свою ангелонию забирала в дом. Она ночевала у меня в помещении. А утром я ее снова вынесла на улицу, потому что сейчас у нас плюс 20 градусов. Сегодня она снова у меня будет ночевать дома. Перед этим, когда температура опускалась до плюс 7-8 градусов, я укрывала свою ангелонию агроволакном плотным, плотностью 50. И нормально они себя при этом чувствуют. Ничего не пострадало. Листва не пожелтела. Такая же красивая, блестящая. Есть у меня еще желание попробовать ее почеренковать. Хотя я не уверена, что она будет хорошо черенковаться. Но все-таки я его нашла. Я считаю то, что я хотела. И теперь я от нее не откажусь ни при каких условиях. При первой же возможности буду покупать семена и снова сеять ее на рассаду. Вот эти я постараюсь сберечь. Куплю новые семена для того, чтобы получить еще какие-то оттенки. Возможно, голубого или розового цвета. Потому что сиреневый. Вот у меня двух оттенков. Может быть даже трех. Да, трех оттенков. Бледный, сиреневый. Чуть поярче. И вот такой насыщенный темно-фиолетовый цвет. А голубой всего лишь один. Ну и, конечно же, белый. Белого очень много. Но белый разбавляет. Это тоже очень красиво. Хотелось бы мне больше ярко-розового цвета, честно говоря. Здесь его просто не хватает. Но можно пересадить или, как я уже сказала, начеренковать. Подсадить в это кашпо. Может быть, на следующий год придется их уже и рассадить по еще, по другим горшкам. Все-таки эти кустики разрастаются. Посмотрю, что будет с ними за зиму. Насколько они разрастутся. Наверное, все-таки 11 штук на такое кашпо, это многовато. В самый раз, я думаю, где-то штук 7, наверное, на такой размер горшка. В диаметре он имеет 50 сантиметров. Такое максимальное количество, думаю, 7 штук. Больше не нужно. Я буду думать о том, как мне по максимуму использовать ее декоративность у себя в саду. Мне хотелось бы рассадить ее еще по другим горшкам. Мне понравилось, как она смотрится в таких темно-коричневых горшках. Мне кажется, что на фоне такого темно-коричневого цвета горшка очень красиво смотрится нежная пастельная гамма ее цветов. Напишите мне, пожалуйста, или разделяете вы со мной восхищение таким прекрасным цветком, однолетником, ангелонии сиренита. Ангелония действительно считается самым красиво цветущим летником. Ангелония Gates Субтитры создавал DimaTorzok